здравствуйте я максим путинцев а на стенде сегодня сергей куколев директор департамента по работе с образовательными организациями союза молодые профессионалы сергей здравствуйте добрый день мы находимся на площадке екатеринбург экспо где идет чемпионат россии по методике world skills high-tech сегодня завершился первый день как впечатление от увиденного от услышанного того что происходит здесь на самом деле очень приятное впечатление потому что видно что все кипит все происходит все варится все живо все по-настоящему вот ведь главное это металла варятся мехатронщики собирают собственно свои конструкции прототиписты делают свои прототипы поэтому на самом деле очень интересно и это действительно интересно формате того что на данном чемпионате объединяются все принципе корпорации все крупные организации которые есть стране и не показывает наилучшей практике не только с точки зрения того что это просто-напросто результат чемпионата и результат участника с точки зрения это объединение экспертов которые приезжают сюда и происходит очень большой обмен опытом после чемпионата после вот этого большого обмена опыта после встречи экспертов что-то меняется но я может быть даже не столько про производство спрашиваю сколько про взаимодействия с учебными организациями чем меняются ли учебные планы это же сфера вашего интереса ну тут шире намного рамка на самом деле меняется и в том числе на производство то есть этот обмен опытом который приносит новые практики подхода кто как решил какие задачи решаются изначально насколько задирается планка с точки зрения задания и принципе требования к кадрам от работодателя поэтому здесь надо смотреть не только именно с точки зрения образования конечно это как бы спустится есть стандарт он у нас стандарт который актуализируется не реже чем один раз в год это сборка стандарт по профессии по конкретной профессии то есть это определенный набор умений и науков который должен отвечать скажем так будущий кадр который пойдет к работодателю но надо понимать что это актуализация она происходит не реже и чем один раз год и она происходит путем именно обмена опытом и практиками экспертов которые собираются прежде всего это интеграция требования индустрии дальше естественно это стандарт он расходится по образовательной сфере и он том числе принимается взаимосвязанные пласты скажем то есть можно говорить о том что в принципе когда мы смотрим на world skills это большая линейка чемпионат то есть это линейка чемпионатов юниоров это линейка чемпионатов возрастного уровня 16 там 22 года здесь мы на чемпионате до 28 лет если мы возьмем вузовский чемпионат он до 35 лет и в том числе как новый проект который появился это уже 50 плюс world skills проник везде ну есть же понятие long life learning это обучение всю жизнь и на самом деле world skills это возможность показать свои умения и навыки на протяжении всей своей жизни но в том числе и учиться на протяжении всей своей жизни эту возможность мы даем и она на самом деле прекрасно вообще смычка между производством и учебы и образовательным учреждением она получается она выстраивается ведь это тоже одна из задач наверно но она стоит как таковая как задача но смотрите я сказал у нас есть стандарт вот этот стандарт который в принципе интегрируется и тиражируется на все системы которые есть ворские то есть это будет чемпионат среднепрофессионального образования это будет стандарт который будет там применяться то есть умение навыки они будут проверяться на конкурсных заданиях непосредственно на чемпионатах но в том числе к ним будут готовиться проходя именно образовательные программы образовательных учреждениях вообще world skills именно если мы говорим о методике она уже в россии укоренилась или пока это все-таки что-то экзотическое ну я не сказал бы чтобы это экзотическое то есть это реально очень большой пласт с точки зрения работы со средним профессиональным образованием но надо понимать что world skills это больше наверное про практика ориентированность то есть это выявление это имел ввиду когда говорил про смычку за человек учится чему-то что ему точно пригодится на практических каких-то примерах примены практических задачах проверка его знаний и умений то есть данном случае нет какого-то ценза на то что это именно среднепрофессиональное образование школьное образование нет цен заодно то что это вузыское должен обучение как таковое поэтому это просто выявление данном случае практической части умений и наука который должен обладать студент на протяжении собственно образовательного своего пути поэтому и это принципе главная задача для работодателя потому что когда приходит студент закончивший образовательную организацию к работодателю первое что он получает он получает кейс от работодателя на проверку его знаний а ну-ка сейчас мы посмотрим что ты можешь умеешь да причем этот кейс а потом работодатель еще регулярно жалуй вот пришли студенты которые ничего не умеют и я должен их переобучать задачка-то реально становится и принципе задача world skills это именно проверку менее знания на реальных заданиях то которых те которые приходят от индустрии и которые востребованы индустрии то есть это умение знания навыки которые сейчас необходимы работодателю в этом как бы главная цель которая есть и собственно когда работодатель дает этот кейс он должен увидеть то что студент который к нему пришел на работу устраиваться он может его решить то есть он может решать задачи реальной индустрии для этого и нужна единая система картина конечно вроде методики волшки которая есть и у работодателя и учебной организации но и собственно у студента который чему-то обучается все должны быть довольны ну хотелось бы надеяться вообще система образования то она адаптируется она меняется под эти новые запросы времени потому что она большая она инерционная и что-то поменять к сожалению не так легко и просто как хотелось бы здесь наверное стоит рассматривать с точки зрения удовлетворенности заказчика если работодатель удовлетворен тем теми скажем знаниями с которым к нему приходит уже студент после образовательных организаций значит нормально значит работа значит она работает но в том числе еще надо понимать что поддержка такого вида да там работы она не говорит о том что мы в том числе отвечаем требованиям будущем многие технологии которые сейчас появляются это технологии которые очень быстро интегрируется и очень быстро тиражируется соответственно ответ систем образования должен быть тоже достаточно быстрым именно в точки зрения массовой подготовки то есть это наверное проблем это тоже проблема но к ней тоже подходим то есть есть определенный пласт компетенции которым называем компетенции будущего feature skills которые уже именно сформированы с точки зрения будущей как оптимизации не оптимизации будущей интеграции то есть когда зарождается какая-то новая технология когда технология очень быстро меняются. Собственно, в этом ключе мы, как в принципе WorldSkills, как стандарт WorldSkills, являемся самой быстрой, наверное, на данный момент системой, которая может эти практики внедрить в стандарт и тиражировать. В этом, наверное, главный самый плюс. Но можно ведь и не угадать, наверное, с какими-то конкретными навыками и профессиями. Нам кажется, что они будут завтра востребованы, а жизнь возьмет, повернется и ночь. Ну, никто не знает, что будет завтра. Поэтому... Но это не значит, что этим не надо пытаться заниматься. Ну, это новая технология, они все равно перспективные появляются. То есть это... Есть технологии цифровые. Понятно, что изменения в них происходят очень быстро. То есть это действительно там за полгода может измениться, по сути, стандарт так, что ну, как бы то, что было полгода назад уже не актуально. Да, и мы такое проходили неоднократно. Ну, вы знаете, как изменялись, в принципе, технологии телефонов. То есть это очень быстрый, короткий промежуток времени. Вот. А есть компетенции, которые еще создаются, когда появляются технологии сами по себе и они должны интегрироваться, в том числе в промышленность. Это немножко другой уровень. То есть, когда там действительно, скажем, уровень созревания, это компетенции, да, то он еще невелик. Но тем не менее мы видим, что в этом есть перспективность, что это будет интегрироваться, что это необходимо. И в этой точке зрения, да, то есть появляется определенная логика с точки зрения того, что необходима массовая подготовка, в том числе в этом направлении. Ну и как плюс ко всему, наверное, если вот так вот глобально заглянуть, скажем так, в будущее... А давайте попробуем. Там 10-20 лет вперед... То мы ничего не увидим, потому что непонятно. 20 лет горизонт слишком большой. Нет? Ну почему? Мы хотим, предположим... Ну, представьте себе, предположим, вот сейчас мы хотим, чтобы через 10 лет появился искусственный интеллект. Полноценный работающий искусственный интеллект. Вполне возможно. Значит, платформу и базис для этого мы должны сделать сейчас. А может быть, и 10 лет назад уже должны были сделать. Тут тоже вопрос такой философский. Может, кто-то и сделал, но не говорит пока. Все может быть. Но если заглядывать на будущее, это означает то, что мы должны делать очень многое сегодня и сейчас. Работодатели понимают, что такое WorldSkills и зачем это нужно. Ну, может быть, не все, но некоторые уж точно. А если мы говорим о студентах, о учащихся, у них каково отношение к этой системе? Ну, прежде всего, это мотивация. И мотивация показать, что ты лучший. Наверное, это, скажем так, в юном возрасте очень такая доминирующая история для каждого молодого человека либо девушки. А в реальности, то есть, нам в большинстве чемпионатов происходит действительно хантинг. Многие корпорации ищут все сотрудников, они отбирают их. Предоставляют определенные стажировки и сразу места. Это такой карьерный лифт, скажем так, который быстро помогает интегрироваться в нормальную, скажем так, взрослую жизнь. Ну, и с точки зрения того, что это все-таки сообщество. Это большое сообщество, и оно действительно в России уже набрало очень большие обороты, и многие хотят в нем быть. Счет на тысячи, на десятки тысяч. Счет на тысячи и десятки тысяч. В разных уровнях, потому что есть сообщество сертифицированных экспертов. Есть, в принципе, экспертные как таковое. И куда, в принципе, все стремятся. В том числе студенты, которые сегодня, предположим, был конкурсантом здесь. Он хочет уже завтра, после того, как это закончится чемпионат, стать экспертом. Понимаете, это тоже статус, это тоже хочется. Ну и плюс свой профессиональный рост. Это возможность получить практики, которые ты можешь, в том числе, применить в жизни. И потом эти практики могут, соответственно, меняться. Вы же с этого начали. Обучение всю жизнь. Да. Вот это, наверное, вообще та ключевая, краеугольная, базисная вещь, которая должна лежать сейчас вообще в основе всего. Самый последний вопрос. Нынешний чемпионат России WorldSkills, который проходит в Екатеринбурге, он здесь проводится уже в шестой раз. Куда, с вашей точки зрения, чемпионат должен двигаться дальше, дрейфовать? Как меняться? Сложно сказать. Это больше наполнение, наверное. И наполнение зависит от общей системы WorldSkills. Потому что компетенций очень много. То есть изменения будут, но тактическими. Идейно он должен оставаться таковым, как в чемпионате есть сейчас. WorldSkills – один большой глобальный механизм. То есть в нем очень много всего внутри. Если мы говорим про компетенции, здесь порядка 50, если поменять, заменяет компетенции, то в WorldSkills глобально сейчас порядка 200. Понимаете? И происходит постоянное обновление, происходит постоянная интеграция новых компетенций, в том числе и компетенции будущего, и цифровых компетенций. И это все как бы спускается, это везде интегрируется, это везде начинает работать. Нас ждет постоянное обновление, если можно так сказать. Это живой механизм, который идет в ногу со временем, но в ногу с мировыми практиками. Сергей, с вашей точки зрения, какое влияние чемпионат WorldSkills оказывает на наш регион, на его экономику прежде всего? Ну, прямое влияние, которое, в принципе, оказывает WorldSkills на любое производство, которое есть в любом регионе, то есть это интеграция, в принципе, наших практик. То есть вопрос подходов уже предприятий с точки зрения работы со своими кадрами, скажем так. То есть во многих корпорациях есть своя академия, которая, в том числе, использует инструмент WorldSkills как для работы именно с кадровым составом. Какие-то практики, которые, в принципе, приносим уже из мира, из мировых чемпионатов, они в том числе интегрируются. Подходы. Подходы, собственно, к компетенциям, которые должен отвечать непосредственно работник на предприятии. То есть это изменения, которые вплотную уже входят, в принципе, во все предприятия. И это очень важно с точки зрения роста работника, это с точки зрения экономики, в принципе, конкретной организации, в том числе и промышленности. Это организация труда. Это такой синергетический эффект для экономики в целом. Да. То есть это то, что напрямую, в принципе, воздействует. Но естественно, естественно, то есть здесь большое количество экспертов, здесь большое количество предприятий, в том числе здесь и представители образования Свердловской области. То есть что они отсюда вытащат и как они смогут это интегрировать в себя в систему, зависит от них напрямую. Но такая возможность у них здесь сейчас есть. И мало того, то есть это действительно объединение большинства корпораций, которые на данный момент есть у нас в Российской Федерации, то есть это посмотреть подходы корпораций, в принципе, даже если они находятся в Свердловской области, как они работают с людьми и как они работают с практиками, и как они, собственно, влияют непосредственно на работника до того момента, как он приходит на работу и во время его работы непосредственно на предприятии. То есть это и есть фактически та самая прикладная польза, которую может извлечь и конкретное предприятие, и регион в целом. Да, она прикладная с точки зрения науков и умений, и прикладная с точки зрения работы с персоналом. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Сергей Куколев, директор департамента по работе с образовательными организациями Союза молодые профессионалы WorldSkills Russia. До свидания и удачи.